здравствуйте вы на канале ремонт мебели не только сегодня попался вариант показать вам как заменить сломанные пружины на диване то есть это не полный ремонт дивана он уже был отремонтирован мною несколько лет тому назад сейчас так как в ремонт осуществлялся бушными пружинами пружина некоторые вышла из строя вот даже проделали одна проделала дырку их надо заменить я предложил хозяину заказчику что лучше было конечно купить новые пружины хотя неизвестно лучше или нет целый блок и блок сюда поставить на эту половину но так как цена такого ремонта увеличивается хозяин согласился на бушные пружины у меня таких пружин не было пришлось заехать и на приемный пункт метролома купить я фотографию попробую вставить купить бушные пружины почему лучше или хуже пружины бушные чем новые мне попадался ремонт одна кровать нет диван угловой диван мягкий угловой диван и вот там он пять лет ему примерно было и уже пружины просто сели показать вам как это примерно выглядит вот такого типа пружины пружины панель трех витковые здесь стоят скорее всего пяти витковые а это трех витковые вот они просто не лопнули а сели вот на вот так примерно сели потеряли упругость и вот приобрели вот такой вот размер смысл от них они уже сидишь как на на двп уже не было смысла просто видимо советское время делали еще пружины из хорошей стали хороших хорошую закалку они не бивались вот так вот просто лопались сейчас же они не лопаются но теряют свою высоту и садятся поэтому решайте сами если проверенный поставщик проверенный завод то можно покупать просите у тех людей которые ремонтируют диваны проверяем поставщика есть дату можно покупать лучше новые потому что вот видите перетянули хороший по нашим меркам нашей местности хорошей материи но бушные пружины есть шанс что она все таки лопнет а нет можно пойти на приемный пункт метролома и купить эти пружины пружины эти называются если вы будете заказывать в интернете пружины бонель или пружинный блок блок бонель меряете размеры своего пружинного блока и по этим размерам смотрите кто предлагает такие размеры сразу блоком идет и можно выписать по предоплате или наложным платежом как будете договориться как ты магазине там доставка как идет и просто убираете этот блок ставить инвест на новый главное чтобы он по ширине по размерам подошел все и все так проще чем то что чем делать то что я сейчас буду делать то есть я разберу а потом буду каждую пружину доставать и по одной менять пружин может по одной может кусочком но все равно это тоже морока и где гарантии что через год она опять не лопнет и да и еще раз я сказала что есть трех витковые из 5 витков и то есть они по размеру отличаются там 8 10 12 по моему сантиметров это примерно 10 значит 5 витковые будут пятна 12 12 сантиметров те лучше эти витковые лучше они витков больше значит шанс что они идут проживут дольше больше шанс чем больше витков тем лучше я не вы они выше когда вы садитесь достать до дна вы такими пружинами короткими достанете быстрее до дна чем с теми длинными 5 витковыми вот так вот пока по пружинам а теперь я начну с того что сниму механизмы право слева и вот с этой части вот этот переднюю планочку сниму вы но только вот эту половину то разбирать не буду там всегда пружины хорошие вот так вот и и и Продолжение следует... 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 вот уложена со старого дивана тряпка чтобы латин не проваливался в пружины она тоже пришита к обойду обязательно обязательно надо пришивать в в в в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok 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 не разматывалась в одну или в другую сторону для начала надо это самое интересное замене пружин это очень скользкая очень крепкая иногда больно бьет по рукам по пальцам тут проще тут если крайние то можно просто так раскрутить раз самое интересное для того мы положили панировку, чтобы она ничего не мешала когда раскрутили концы длинных пружин теперь можно выкрутить в одну сторону я буду прикрутить на себя так как здесь концы пружин круглее и когда я буду наматывать их обратно будут легче идти все выкручивать не надо у нас тут последняя пружина в этом году вот она третья отсюда мы до нее выкручиваем то есть ее выкручиваем вот вот мне вот эту пружину поменять надо она целая все купили эту а здесь вот тут пружина до нее выкрутить надо до нее выкрутить надо до нее выкрутить надо вот выпало вот еще одна она она теперь тут Смотрите продолжение в следующей части. 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 Он будет цепляться за пружины, не давать выкручивать. Если вы будете себе делать диван, и у вас будет еще один диван для того, чтобы заменить пружины, которые здесь есть, обратите внимание, здесь пружинный блок в сидячей части дивана в 5 рядов. То есть, раз, два, три, четыре, пять. Если у вас 6 рядов, это лучше, чем 5. В 6 рядовых пружинных блоках пружины ломаются очень редко. Настолько, по моему опыту, что в 6 рядовых пружинных блоках, то 1-2 пружины, там, диван стоял там 20 лет, там, вы пользовались им, и только 1-2 пружины. А в 5 рядовых пружины, а в 5 рядовых пружины, а в 5 рядовых пружины, если вы будете делать, то все это можно самому набрать 6 рядов. То есть, заменили, например, этот кусочек, там, где вы сидите часто, убрали 5 рядов, а пододвинули каждое-каждое, еще одну сюда поставили, и на 6 рядов. Но надо линейкой всегда проверять. Вот, например, в этой части, где дуга, 55,5 сантиметров, 56, вы должны держать это расстояние между проволоками боковыми, 55,5 сантиметров. Вот у вас везде, посередине, должен быть, вот эти, каркас должен быть параллельным. Не должен быть вот так, или вот так. Он должен быть одинаковым. Поэтому, когда я набираю пружины обратно, я считаю витки. Количество их совпадало. Тут 5, тут 4, там, 4, 5, вот, должно быть одинаковое. Смотрю вот эту часть, и по ней набираю обратно, чтобы здесь было ни уже, ни шире, одинаково. То есть, вы можете сами набрать 6 рядовый, хотя бы кусок 6 рядовый, там, где вы сидите. Или, например, вот отсюда, до сюда. Вот набрали, вот здесь, в этом месте у вас будет 6 рядовый. И такой диван вы будете ремонтировать очень редко. Ну, я имею пружинный. Ну, выкручиваем залиши. Ну, выкручиваем залиши. Еще раз проверяем, смотрим, где-то, может быть, в краю даже ломаться пружина. Натягиваем тут до последних виток. Она начинает сразу хрустеть. Вы ее или услышите, или почувствуете. Вот пар. Вот те 5-ти витковые пружины, которые я вам говорил, они длиннее. ПГУшная, тоже хорошее. Вот она. 12,5 сантиметров. Пяти витковая. Так, ну, теперь нам надо старый, вот, со старого купленного пружинный блок, вот этот скрученный, надо вынуть теперь необходимое количество пружин. Ну, это я не буду снимать. Главное, выкручивал я пружин. Они немножко ржавые. Ну, чуть-чуть, тут такой налет на них. А так они очень хорошие. Ставим просто их на место, тех, что были. Чтобы вынули. Проверяем сначала. Играем все время. Сюда-сюда. Чтобы не хрустятли. Можно немножко растянуть. Точно уже. Можно Ватку. Ватку чуть-чуть. Ватки. Эти места. Где оно у вас. Где будет проходить. Ватку. 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 чтобы пружинка, которая будет ходить, затягивалась легче смазываем, чтобы крутиться хорошо и закручиваем теперь как я уже говорил следите, чтобы я сейчас буду закручивать вот здесь буду ровнять по этой рядом с длинной пружиной чтобы столько же витков было здесь, например, 4 витка также копировать буду в ту сторону в таком же порядке также пружины, чтобы располагались в таком же Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... и плюс и так внизу тоже ну что раскручивается если не зажать но раскручивается это тоже проверено горьким опытом вот как то так и вот так можно так 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 дальше вынимается фанерка прибивается ли заново идет гвозди тут остались такие все это как как здесь должно быть каждая пробита прибиток основанию и примерно так же как оно и было то есть на том расстоянии от края как здесь и было как то так еще раз повторюсь наверно теперь когда все эти края зажатые нужно пружины обратно прибить так как они были где есть например гвоздики остались их можно просто использовать а где нету наверное новые забивать гвоздики гвоздики желательно в те же места где и было и лучше начать начать с краев вот поставили тут видно как оно было поставили так тут потом это и со всего перед пока не забыл вот здесь все обратите внимание здесь есть дуга вот она толстая она помогает сохранять геометрию дивана так чтобы не съезжал и не разъезжал вот пробочка выпала с этой стороны почему то нет с этой стороны нету я не знаю почему бывает так что она просто лопнула посередине для этого я вот с этой части дивана с длинной ну там со старых диванов или эту часть дивана вырезаю сейчас не видно или эту боковую часть дивана я вырезаю кто ж такое вот эту боковую часть я вырезаю с другого дивана запчастей ставлю сюда или вот с такого ровника у брутика я выгибаю ну в песках ну чтобы было по размеру одинаково с этой боковой частью такая же потом прилаживаю и так так же должно быть чтобы геометрия сохранялась она очень нужна не надо ее игнорировать потому что она когда вы садитесь то диван может или разъезжаться как бы или съезжаться за счет того что сюда вес наложился и он съезжается то есть он должен сохранять геометрию или когда ткань натягивается и она прижимается ткань немножко то как бы тоже разъезжаются эти каркас вот для этого нужна вот эта дуга еще тут две еще две посередине тут можно аккуратненько потому что она хрупкая сталь хрупкая аккуратно на тисках согнуть и не забудьте еще вот эти вот штучки прижать пружинки прижать такими скобочками там где возможно они расшатались подожимайте или где нету где выпало вот как-то так вот вырезал я вырубал этот водочек так надо поставить чтобы оно все сходилось крепкими такими как с той стороны крепкими такими скобочками или как назвать их сейчас но это так так Продолжение следует... 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 это мошенничество и может быть сейчас кто-то посмотрит видео сделает диван себе например сделает диван соседку соседке или соседям кому-нибудь заработать на этом копейку на хлеб это уже хорошо и с надеждой на такое хорошее я их балаживаю выкладываю это видео, потому что лично сам я когда искал по этой теме видео буквально недавно может полгода назад, год назад по этой теме я очень мало видел очень мало нашел видеоклепов, потому что наверное мастера не хотят делиться опытом да и мне когда-то кто со мной делился опытом, тоже меня предупреждали что все то, что мы тебя научим хотелось бы, чтобы осталось между нами то, что они меня научили я еще не выкладывал я не знаю, работают ли они дальше эти люди ремонтом мебели насколько мне известно они переходили на ремонт помещений там евро-ремонты всякие если они уже не занимаются то спокойной совестью я смогу дальше то, чему они меня научили выкладывать в интернет надо будет навести справки так что не бейте строго за ляпы за занудство которое вы видите на экране вторая часть этого проекта ремонт дивана ремонт пружин дивана будет короткой но сделано тоже будет тяп-ляп то есть быстро ну, сами вы видите ну, в общем смотрите дальше если хотите подписывайтесь нет нет так нет рад буду если кому-то эти видео уроки помогут спасибо до свидания